Если не вести борьбу с опасным вредителем, то за короткое время американская белая бабочка может превратить большой плодоносящий сад в пустыню. Второе же поколение гусениц, выход которых происходит в конце июля-начале августа, многочисленнее обычного. Ко всему прочему, эти чешуи-крылые распространяются по миру с огромной скоростью. И, кстати, не благодаря своим крыльям, а перемещаясь, к примеру, в ящиках с фруктами или в посадочном материале. Плановые обработки деревьев в Сочи ведут регулярно, таким образом не давая вредителю уничтожить зеленый наряд курорта. В основном опуляют специальными препаратами так называемые мягколистные растения. Ликвидамбр, клен, любит американская бабочка и шелковицу, реже встречается на платане и никогда на вечно зеленых. По мнению ученых, 2018 год сейчас носит пиковый характер. Это самое большое отрождение американской белой бабочки в этом всплеске. Мы находимся на верхушке параболы. В следующем году ученые ожидают сильное снижение. Оценить ущерб, да ущерб трудно оценивать, потому что проходит американская белая бабочка, приводит к дефолиации. То есть объедает листву, не вредит коре, не вредит проводящей ткани и так далее. Таким образом, декоративный вид выглядит действительно неприглядно. Что касается здоровья или силы дерева, в 99% случаев это не носит какой-нибудь серьезный характер, какой-нибудь ущерб. Что касается эффективности, регулярно мы вместе с Институтом цветоводства и субтропических культур, с учеными, проводим мониторинг эффективности действий. На сегодняшний день мониторинг показывает порядка 85-95% эффективности. Если вы прямо сейчас повернете камеру, только что обработанное дерево, идет резкое опадание бабочки, то есть она ослабляется, гусеница, и падает на землю. Здесь уже погибает. Таким образом, огромное количество гусениц на земле, которое изумляет прохожих, говорит о недавно проведенной обработке деревьев.